Улица Мира в селе Веселое Адлерского района одна из самых протяженных. Здесь расположено около двух сотен частных домов и практически ни один из них не подключен к центральной канализации, как в принципе и не имеет локальных очистных сооружений. При этом свои стоки местные жители сбрасывают в Ливневку. Полтора года уговоров собственников исправить ситуацию, результата, как показали рейды, не дали. Пришло время крайних мер, говорят в мэрии. Все нарушители природоохранного законодательства будут отрезаны от водоснабжения. В выход у людей изначально нужно устранить нарушение, сделать яму, как она изначально была согласна проекта, герметичная. Вывозить ее любой лицензированной организации. И проблем никаких не будет с этим. За год обследования Адлерского района экологические комиссии выявили более 3700 абонентов, которые сбрасывали стоки в ручьи или в ливневые коллекторы. Далее это все текло в море. Для одних нарушителей хватило предписаний, чтобы стать законопослушными в области природоохранного законодательства. К примеру, в прибрежной части микрорайона Голубые Дали более 60 лет канализация текла в прямом смысле по улице. Зловонный запах, вспоминают местные жители, витал круглый год. Сегодня об этой проблеме уже ничего не напоминает. Здесь усилиями местных жителей появилась централизованная канализация. На сегодняшний день, если есть голова и есть деньги, можно делать все. Припоны – это только предлоги. У нас-то получилось. Все хорошо. И уклон позволил, и народ вот стоит все счастливые. Местные жители говорят, канализация обошлась недешево, но экология, соответственно, собственное здоровье дороже. Работа рейдовых групп продолжится и дальше. К началу предстоящего курортного сезона в Сочи не должно оставаться ни одного абонента, который бы сбрасывал фискальные стоки в ливневые коллекторы или в реки. И для этого будут применять все законные меры воздействия.